итак огромный привет моим дорогим подписчикам и всем случайно заглянувшим что-то я сегодня не в форме знаете ли не в форме с утра как-то налегла на кофе и меня как старушку просто стегануло давление давленица но планировал записать видео поэтому давайте в общем-то смотрите накрасилась вся такая прям голову помыла волосы поэтому чего бы не записать давайте записывать итак сегодня отвечу на один интересный комментарий потому что есть что сказать на эту тему давайте сразу перейдем к нему пишет нам елена иванова пишет она я думал что люба не вернется в корею к мужу потому что потому что потому что бла 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 не суть почему и вторая часть комментария это про жен иностранок в корее что некоторые жены которые выходят сюда в общем замуж не могут адаптироваться не могут принять менталитет теперь под каждым видео пишут очень плохо в общем-то о здешних мужчинах поэтому пишет там елена прежде чем выходить замуж за мужчиной скорее нужно серьезно подумать ведь есть и другие варианты ну в принципе на это место можно вставить мужчину любой национальности хорошо подумать никогда не помешает в этом видео хочу рассказать почему же я все-таки вернулась ведь у меня были достаточно противоречивые отзывы о жизни здесь расскажу о себе и также освещу вот эту проблему которую озвучила елена есть ли она на самом деле действительно ли женщины которые приезжают сюда входят замуж страдают страдают либо же это какой-то вымысел но для некоторых поклонниц здешней культуры здешних мужчин которые еще напрямую с ней не соприкоснулись это мнение елены вообще какое-то странное наверное прямо открытие какое-то потому что многие девушки которые еще не соприкоснулись очень тесно с культурой этой страны с ее мужчинами а только хотят этого и мечтают об этом они вообще считают что в общем-то брак с местным мужчиной это как выиграть как выиграть миллион миллиард долларов в лотерею то есть это однозначно хорошо поэтому для них вообще такое мнение как снег надо в смысле у кого здесь проблемы да у всех все хорошо если у кого-то проблемы это потому что сама виновата сама дура вообще в общем так наверное примерно такое мнение я с ним часто сталкивалась в комментариях итак давайте же сначала расскажу об этой проблеме если она или нет насколько актуально это мнение вообще начну с темы браков в развитых и развивающихся странах сейчас темой брака вообще как не очень дело обстоит интерес к браку вообще пропадает постепенно у людей люди все реже все позже вступают в брак корея не исключение в 2019 году она побила антирекорд по количеству зарегистрированных браков то есть примерно на тысячу людей брачного возраста приходится 5 браков так 4 7 ну 5 до 5 браков если мы из этих пяти бедолаг вычтем тех у кого по какой-то причине отношения в семье не задались и кто несчастлив и недоволен своим браком то вообще что нам останется да то есть в современном мире брак можно воспринимать как некую такую авантюру в которую некоторые еще верят то есть мы решили попробовать в каком-то смысле это эксперимент если получится мы победили если не получится ну что ж бывает эта жизнь поэтому вот да это по теме браков и тут совершенно не имеет значения кто вы откуда вы из какой вы страны вы вышли замуж на родине за своего соотечественника или за иностранца это не имеет никакого значения это непростая такая затея и далеко не все люди счастливы в браках вот так вот что касается по теме браков с иностранками в южной корее на самом деле процент браков таких международных интернациональных на самом деле не очень велик хотя вот когда смотришь интернет youtube складывается иллюзия на что просто сюда огромное количество барышень съехалось и только вы засиделись и только вас еще здесь нет давайте быстрее переезжайте нет на самом деле процент браков от общей суммы браков очень низкий с иностранками больше 50 миллионов населения при этом количество браков с иностранцами где-то колеблется в районе там 20 с небольшим тысяч то есть для страны с таким многомиллионным населением это несущественная цифра а лидирует в этом списке девушки из вьетнама а девушки из россии страны снг не входят даже в пятерку то есть пока мы все-таки несмотря на некую такую иллюзию того что уже треть там россии сюда переехала нет все-таки пока это такой брак это эксклюзивчик вообще мрачная миграция как и любая другая это сложно неважно кто ты мужчина или женщины по какой причине ты переезжаешь в другую страну это сложно человек который переезжает жить в другую страну он полностью обнуляется он приходит в чужую культуру чужой язык чужой уклад он должен искать здесь здесь свое место приходит он не не налегке каждый сюда приезжает со своим грузом грузом проблем которые ранее были у тебя они никуда не денутся когда ты переедешь то есть какие-то может быть рассеяться потому что обстоятельства поменяются ну какие-то твои внутренние проблемы переживания комплексы какая-то где-то нереализованность какие-то где-то мечты то все пятое-десятое планы все это ты как багаж как рюкзак возьмешь с собой в новую страну и это будет тебя тяготить поэтому тут история индивидуальная неважно кто ты девушка парень куда ты переезжаешь иммиграция это всегда сложно и отчасти те проблемы которые вот такие девушки как елена пытаются списывать на проблемы брака это не проблема брака это проблемы эмиграции ну например как-то в рекомендациях мне попалось видео одного блогера он кореец но он живет кажется в швеции его жена оттуда и он переехал туда к ней и видео посвящено его сложностям сложностям как ему там сложно как ему сложно там оформить визу как сложно было найти работу и так далее так далее то есть неважно парень ты или девушка куда ты приезжаешь тебе будет сложно ты должен пройти определенный путь адаптации к жизни в другой стране а если ты еще и браке находишься это может негативно влиять на твой брак все твои переживания все твои страдания вся твоя какая-то внутренняя неустроенность недовольство все будет плохо сказываться на твоем браке естественно поэтому выше описанные проблемы это не проблемы чисто брака или брака с корейцем это проблемы вообще иммигранта да это очень очень сложный путь вот что я могу сказать по этой теме также несколько слов об особенностях брачной иммиграции не существует ну в частности для россиянок точно не существует например виза невесты которая давала бы тебе возможность приехать сюда пожить посмотреть попробовать и потом уже замуж выходить да такая вот как бы виза невесты такого нет это естественно немножечко усложняет жизнь очень популярное мнение в интернете которые в частности встречала под своими видео типа чем вы думаете вы чем там вообще думаете вы что там такое впечатление что вы прилетаете туда и буквально с трапа самолета бежите в загс как же вы должны пожить с этим мужчиной присмотреться к нему приглядеться попробовать жизнь стране и только потом замуж выходить к сожалению особенности законодательства законодательства не позволяют тебе просто так припереться сюда сидеть тут сколько ты хочешь пробовать жизнь пробовать машину на вкус как он тебе подходит или нет то есть ты можешь конечно здесь пожить в рамках других обстоятельств там оформлять себе учебные визы рабочие какие-то контракты искать и потом на основе этих контрактов без себя оформлять сюда перебираться на какое-то время то есть это все можно прокручивать проделывать но если вы речь идет только об отношениях да то есть вы не планировали там сюда перебираться заранее так получилось что вы где-то познакомились там в отпуске в интернете с местным парнем и вы с ним встречаетесь на время от времени друг друга летаете то есть ваша цель это действительно решиться на брак то вам как брачные эмигрантки и не дается никакой такой возможности здесь долго пожить и попробовать как там стоит ли мне за него замуж выходить или не стоит максимальный срок безвизового пребывания который был возможен здесь до пандемии это 60 дней безвыездно то есть при условии выйти до счет 30 дней то есть что за два за два месяца можно решить если вы друг другу в отпуск при прилетаете два раза в год один раз он к вам один раз вы к нему что вы там можете решить да то есть в любом случае брак смерть с местным это такая некая авантюра то есть вы должны решиться из моего опыта скажу из опыта общения с другими девушками которые выходили замуж за иностранцев из других стран есть два варианта выйти замуж за иностранца первое это выйти достаточно быстро и второе не выйти никогда действительно отношения на на расстоянии обычно очень затянуты во времени время идет быстро скорости развития интенсивность развития отношений минимально да то есть вы можете год там у вас уже год отношений набежал мы при этом за год вы виделись два раза то есть время проходит быстро а прогресс в отношениях минимальный вот например в нашем случае с момента начала нашего знакомства наших отношений прошло уже два с половиной года и вот только спустя два с половиной года я переехала сюда при всем при том что мы на брак решились достаточно быстро то есть а если а что же будет если вы будете очень долго думать очень долго скорее всего отношения могут расстаться на два-три-пять-десять лет и просто выгореть выгореть и вы не дойдете до брака не дойдете до загса просто все проверить все выгорит потому что не потому что любовь слаба а потому что даже если ты встретила свою любовь на другом конце света твоя жизнь не останавливается пока вы не решите вопрос совместного проживания каждый из вас строит жизнь в своей стране и не каждый готов ради перспективы брака чего-то отказываться да вот бывает там работу хорошую предложили вы там ипотеку взяли ну ваш иностранный там бойфренд вас все еще не зовет замуж это же не значит что вы там будете 3510 лет ждать всего пока он там решится или он вас будет ждать не факт что он вас будет ждать да пока вы там университет закончите его и говорить я не брошу университет я только поступила там я буду еще там пять лет учиться в украине к тебе не приеду не факт что человек готов будет так долго ждать и так долго поддерживать отношения на расстоянии потому что это очень тяжело для обоих партнер вот так поэтому в принципе такой интернациональный международный брак это тяжело неважно из снг это не из снг это откуда ты вообще приехал это очень тяжело вот что касается меня почему я решила вернуться у меня было видео где который назывался я скучаю по россии и там я говорила что я хочу вернуться чтобы перезагрузиться что-то переосмыслить это знаете как вы пришли в институт на какую-то лекцию вы прослушали лекцию конечно обогатились знаниями но вы не готовы выйти к доске и отвечать мы не готовы выйти к доске и сдавать экзамен вам все-таки нужно пойти домой прочитать все снова прочитать свои конспекты все осмыслить и потом вернуться и ответить вот тут тоже та же самая ситуация у меня была не совсем стандартная ситуация мой кризис основной пришелся на мой на мой первый визит сюда потому что я прилетела сюда перед пандемией и я застряла здесь на 7 месяцев то есть в отличие от моих приятельниц из интернета которые как я уже сказала максимум могли прилетать сюда на 60 дней и проводить здесь время со своими мужчинами потом улетать обратно домой потому что это в рамках закона дам чтобы не нарушать закон потому что потом будет проблематично получить визу легализоваться если вы нарушали вот я сразу здесь застряла на 7 месяцев совершенно легально потому что из-за вот этих проблем с авиации сообщением не могла улететь то есть у меня основной стресс пришелся на тот период сейчас мне наоборот легко потому что я прошла вот эту вот какую-то адаптацию тогда что касается некоторых моих приятельниц которые вот в таком режиме там на пару месяцев на месяц на пару месяцев прилетали потом улетали прилетали улетали у них главный кризис обычно случался тогда когда все уже получена брачная виза ты собираешь чемоданы все все свои вещи которые тебе есть ты переезжаешь на и ты понимаешь что все все то есть я приехала сюда на постоянное место жительства закончился вот этот роман теперь начинается вот это вот жизнь так сказать да все ты больше не в отпуске ты приехала сюда жить и вот осознание этого того что все я я переехала сюда многих повергает такой шок потому что как же когда я теперь увижу родных подруг привычную атмосферу раньше как-то мысли о том что вот там билет есть обратный билет она как-то сглаживает ситуацию то что ты в отпуск приехал то что ты тисуешь ты просто развлекаешься просто наслаждаешься потом летишь домой это все сглаживало ощущение а сейчас вот когда на них навалилось осознание что вот все теперь здесь мой муж здесь моя жизнь здесь может быть будут мои дети это многих вот подломило то есть все индивидуально у каждого кризис и будут индивидуальные кого-то накрывает там сразу кого-то там на третий до пятый год жизни кого-то через десять-пятнадцать лет накрывает так накрывает что люди просто все бросают собирает вещи и возвращается на родину все будет индивидуально в зависимости от личных обстоятельств у кого какие обстоятельства мне было сложно потому что я сюда сразу приехала на большой срок хотя не планировала у меня была запланирована 20-дневная поездка и прикиньте я такая вся неподготовленная в чемоданчике там чуть-чуть вещичек малюсенький чемоданчик ничего нет там еще какие дела на родине недоделанные и я застреваю здесь в состоянии неопределенности на 7 месяцев и тогда еще не знал что будет 7 месяцев просто как бы ну вот откроется авиасообщение домой полечу то есть была такая полная неопределенности не знала как долго я буду жить здесь на каких-то знаете птичьих правах то есть кто и что и документов нет нет возможности оформить документы как-то легализоваться я просто застрявшая здесь иностранка да у меня есть муж но это никаких там особых мне прав не не дает естественно когда я летела сюда второй раз все документы были готовы я летела сюда с визой и с хорошим настроением я понимала что все теперь здесь у меня есть определенность здесь мой муж здесь мой дом здесь я буду строить свою жизнь ближайшие годы и это конечно же совершенно другое ощущение ты не чувствуешь себя там гостем на чужом празднике жизни ты понимаешь что отчасти эта страна уже твоя то есть ты можешь здесь осваиваться ты можешь здесь обустраивать свой быт у тебя все есть все официально и это совершенно другое ощущение то есть ощущение сопричастности ко всему тому что здесь происходит и что ты такой же полноценный член здешнего общества они просто какой-то там не определенном статусе человек дальше я уже говорила в одном из своих мубангов об этом вскользь что со второго раза все как-то проще да даже глупо как-то не взять и не попробовать второй раз потому что второй раз всегда легче чем первый неважно что в любом деле второй раз легче чем первый когда ты например первый раз отправляешься один в путешествие это всегда сложно и волнительно когда это второй раз третий и последующий то ты уже ведешь себя как опытный человек например да или когда-то там первый раз садишься за руль после того как получил права и выезжаешь в город на дорогу да не просто на автодроме там кружишь как это было у тебя на твоих там курсах а выезжаешь гор для тебя это волнительно первый раз да а потом в каждый последующий раз тебе это все легче и легче и проходит какое-то время ты вообще не вспоминаешь что ты когда-то волновался садясь за руль автомобиля и так далее или когда приходишь на первый урок танцев тебе может даже под не понравится вдруг и внезапно но потом ты втягиваешься не просто там ходишь потому что так надо потому что ты заплатила уже даже удовольствие от этого получаешь поэтому грешно не попробовать что-то второй раз потому что со второго раза ты уже совершенно в другом с другими ощущениями проживаешь те же самые моменты больше уверенности в чем-то ты уже со многим знаком многое тебе не нового для тебя уже это привычно поэтому вообще нет никаких проблем вот все вот все что я хотела вам сказать и так всем огромное спасибо за внимание не забывайте ставить лайки подписываться на мой канал и пока пока